Добро пожаловать к мальчишки и девчонки, с вами ваш Невермор и возвращаемся в наши сферические летающие города. Немножечко за кадром провели работу, как и обещали. Наш город стал краше, лучше, больше и местами даже выше. Мы избавились полностью от наших бомжи-таунов и сделали это хрущоба-таунами. Смотрите, какая красота, да? Каждая твари по небольшому количеству квадратных метров и очень маленькой-маленькой кухни. Зато они стали вроде бы довольнее. Раньше было на желто-коричневом, сейчас на желто ближе к зеленому. То же самое делали и во втором жилом районе. Даже посадили два дерева. Дерево номер один, дерево номер два. И, в общем-то, уверенно движемся к познанию новых горизонтов. А именно, городишко наш мы сдвинули чуть-чуть в сторону западного побережья. Продолжаем обирать нашу как надо. Но дальше в штатах как-то особо и не особо. Как видите, штаты сторона бедная. На самом юге только астероиды есть. А мы пойдем на север. Мы пойдем на север. Здесь очень хорошие зоны между вот этой зоной льда, вот этой зоной льда и вот этой зоной метеритного потока силы 6. С чем мы тоже будем бороться? За тем же кадром мы изучили не только петушарню, но и акваферму. Будем выращивать... Я не знаю, у меня нет пошлой шутки про что-то подводное морское, кроме черной русалочки, да? Но их мы явно есть не будем. А мы пойдем на ускорение плазмы. И ускорим плазму настолько, что у нас будет четвертый левел защиты щита. По сути, мы не видели ничего сложнее, точнее более мощного, чем шестой левел метеоритного потока. Это наш программа минимум. Но по-хорошему нужно выйти сразу, 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 да. Эшек у нас нету, эшек у нас нету, это проблема, элок тем более нет. По-хорошему нужно выйти в седьмой, в восьмой уровень защиты щита, тогда мы будем просто безбожно красавчики. Пока что, пока там изучается, добирается, мы начинаем наш КВН. А именно, улучшение едовых условий. У нас есть акваферма, так-то и небольшая. Очень даже небольшая. Боюсь, что будет просадочка по воде, но у нас есть два гидродерева. Мы полетим в зону с гидро... Гидро чем-то, с дождями нам. Будет все хорошо. И смотрим внимательно по заданию. Нужно собрать 1500 единиц еды и повысить уровень удовлетворенности едой до какого-то 50%. А у нас не влазит. У нас тупо не влазит, поэтому нам нужно хранилище, бетон, воды. Воды, кстати, тоже нужно. Мы набираем просто титаническое количество воды, но мимо. В основном мимо, поэтому давайте-ка вот здесь еще возле нашего кондиционера поставим пару складов на воду. А, ну да. А со сталькой маленькой проблемки мы переключились на ее производство на нашей станции. Но движется не то, чтобы быстро. Можно добавить было бы доп. людей, но нельзя. Так-то, маем еще, маем и имеем, что имеем. А что с едой? Что с едой удовлетворенность едой? 33. Хотя акваферма вроде бы что-то производит. Въезд 3 воды за раз. Против обычной фермы, которая ест у нас сколько? 1,8. Ну, все же в 2 раза больше. Не настолько много. А мы там черных русалочек не увидим, нет? Только какие-то чаны с кокулиными. Скорее всего выращивают угрей. Говорят, самое-самое-самое топовое том. Хорошо. Хорошо, на чем мы установились. До магнитной бури. Да плевали мы на наши магнитные бури. Мы могли бы даже радиус счета стримануть до тройки. Но нам она особо не нужна. И энергии. Вот да, за энергию надо подумать. За энергию надо подумать. Так, склады. Хранилище еды. 1067. Сколько бы мы ни производили, мы... Не, вроде производим в плюс. Вроде в плюс, но нужно больше. Давай, хранилище еды плюс 1. Медленно, но уверенно застраиваем всю зону. Дальше. Мы должны построить еще и петушиную ферму. Пландация, петушиная ферма. Сталь, десяточка. Десяточка есть, десяточка есть. Где мы тебя поставим? Проблема в том, что у нас заканчиваются... Отходящие поверхности. Если бы Невер поставил вот это гидродерево в нужном месте, ближе к чему-то, у нас бы кратки вместилось. Но нет, нет. Невер не ищет легких путей. Можно краешком, чтобы оно стояло на улице. Совсем чуть-чуть. Нас это тоже устраивает. И следим за энергией. За энергией нужно повышать производительность. Я почему-то не совсем правильно углядел. У нас не все держится на солнечных электростанциях. У нас станция одна все-таки рабочая. Топливная, которая. Нам нужно собирать все-таки топливо обычное. Пу, где же тебя поставить-то, родная? Солнечное вроде бы не влияет на обычных людишек. Давайте-ка... Повернули, завернули нежно. Пауза. И поставили вот здесь вот с дороженькой. Есть такое, есть такое. Потом за квадратик. А вот вредная у нас еду. 35,5,50. Может быть у вас на складах не вмещаются морепродукты и сырое мясо? Приготовлено овощи, приготовлено мясо, да. Я знаю, что я уменьшаю количество, разрешая хранить все. Но фишка в том, что нам и нужно хранить все. Им нужно куда-то сносить свою продукцию. Так, сектор мы выелили или еще нет? Мы еще доедаем сектор. Насыталось С3 на железную руду. И немножечко на воду. Вот, вода вмещается, все бомбезно, все прелестно. Можно повышать скорость. Потом мы должны пройти по голубой зоне. О, до конца голубой зоны, хоботить там воду, что бешеная. Потом еще севернее. Может быть подобрать новых людишек. У нас пока что лимит по людишкам должен быть. Сила щита, скажи, пожалуйста. Что нам нужно на следующую? Нужна R10. Ускоренная плазма повышает интенсивность поля до 5 левела. R10 мы поимеем в нужном месте. Что у нас здесь? Ашка. Можно перевести. Эшка одна. Вообще замечательно. Сэшка такой себе, но есть драгметаллы на электронные чипы. Уже хорошо. О, как раз Эрочка и заедет. Прелестно. Так, продолжаем. О, разблокировалось. Давай, исследовали. В смысле нет? В смысле нет? А, R10. Ну, как раз долетим до R10 и все будет. Может быть в процессе проведем какой-нибудь мини-исследованица не учемная, не требующая основных вещей. Лигирование. Покрытие для защиты от агрессивных средных. 5% повышает сопротивление плантаций, птицеферм и акваферм. Она у нас там с самым уголочком-то не заехавшая, поэтому не страшно. Можно было бы снизить воду, но нет. Мы лучше улучшим выработку, бог ты мой. Везде нужна красная R-ка. Нам придется переводить из Сэшек в мини-прибыльные вещи. Расходы скопаемого топлива. А вот это можно. Вот это можно. Требует Ашку. Требует Сэшку. Электростанция тепловая на 5% меньше топлива. Какая ж ты бесполезная, Мэтт и Бусинка. Улучшенное лечение. Лечится быстрее на 20%. Секир башка ваше лечение. Электростанция требует меньше персонала. Вопрос все или только отдельно конкретный? Вот здесь можно было бы даже две ярки потратить. Улучшенная разведка. Да, улучшенная разведка 2. Вот. С 7 до 19 секторов. Идеальная вещь. То, что нам нужно. Будем исследовать всю карту. И давайте. Собрались и полетели. Колония. Задаем пункт назначения. Четненько. Так. У тебя неправильный пункт назначения. Пожалуйста. Вбросили маршрут. Вот сюда. Начинаем полет. Просто даже интересно по сюжету, а что делают люди внизу, которые находятся? Теористически они должны быть живы. Мы же откуда-то залетели. Но практика стерва бессердечная. Так, продолжаем. Оу, слушайте. Так мы же уже перевыполнили план по удовольствию едой. 3650. Нам накопить буквально чуть-чуточку еды. Можно даже бахнуть одну петушиную ферму. А скажи, где ты есть? Скажи, где ты есть? Или тупо бахнуть акваферму? Рыба, говорят, полезно. Рыба это фосфор. Фосфор это мозги. Не до всех дойдет. Но до кого дойдет, тому будет счастье. Сделали. Сделали. Людишки. В смысле людишки нужны? Вы перед жилыми домами, людишечки мои. У вас не может быть безработица. Серьезно? Здесь здание не работает из-за нехватки рабочей силы. Да ща? Толпа народу. Толпа народу. А, 161, 180. А у нас реально не хватает людей. Нам придется подбирать бомжей. Бомжи есть там по дороге? Бомжи? Да. В следующей точке нашего путешествия как раз таки есть бомжи. Идеалити. Просто идеалити. А на тему силы счета четверочки. А мы тебя видели. Но ты требуешь безбожного количества энергии. Долетим тогда попробуем. Иначе нас выбросит просто по средней дороге и это будет не то. Плюс вода тоже мощно заходит. 98, 99, соточка. Полная разведка. Женщина, что тебе нужно? Для обслуживания инфраструктуры нужно 125 работников. Также колонистам требуется улучшенное медицинское обслуживание и жилье. Для разблокировки центров охраны здоровья и многоместных жилых зданий нужно исследовать технологии медобслуживания и больше комфорта. А вот больше комфорта мы уже исследовали. А медобслуживание иметь хотя бы один центр охраны здоровья. Или центр контроля заболеваний. Так, люди, 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 люди. Ты зовешься в центр охраны здоровья. По компонентам мы влазим. А вот где ты находишься в плане постройки? Медобслуживание, центр охраны здоровья. Заходится только через улучшенное лечение через ашки. А вот ашки-то у нас и нету тем. Вот. Видите, насколько больно? За целую десятку получаю всего лишь единичку ашки. Больно. Печально. Исследуем. Поехали. Дело нужно. Проверяем нашего дрона-лапез-дрона. Так, нужен очень открытый сектор. 17 секторов. Это два тира кружочков. Наверное, через север полетим. Куда-нибудь в отдельно взятый регион. А ну, дрончик, давай, скажи. Что ж там есть-то и чё там нету? Сила магнитной бури троечка. Плевали мы у нас троечка. Так, смотрим, плевали мы или не плевали. Плевали мы. У нас троечка сила счета. Это мы долетели или это мы исследовали Украину и стало сразу грустно? Мы долетели. Рик Раснер. Давай, родная. Добывай, добывай. Что у нас есть? У нас есть ископаемое топливо. Железная руда. Самое смешное, что регионально даже правильно расположили. Вода и звездняк драгметалла. Вот это... А, ну западная Украина согласен. Есть такое, есть такое. Дрон-разведчик. Нам нужно изучить дороженькую дорогу. Пожалуйста. Так, мы пойдем через север, через юг. Возвращайся с дела в круг. Где-то вот так. Значит, вот здесь исследуем. Запустили дрон. Нам очень сильно нужны Ашечки и все остальное. И же с ними. Особенно Ашечки. Ашечки мы встречаем крайне редко. Неплохо, неплохо. В принципе, жить можно. Работаем. Так, дождевые облака. Вода идет, вода идет. Еда идет, еда идет. Центр охраны здоровья медленно идет. Где же нам взять Аш... А, у нас уже Аш-8. Ха. Где-то нахабатили. Неплохо. Даже где-то на силу щитопощинах обойтили. Это отдельно прекрасно. Медобслуживание. Разблокируем. Что у нас еще по постройкам? Не за-ю-за-но. Этот тир мы весь сделали. Энергия. Большая угольная электростанция. Ну, такое себе честно. Если бы она на каком-то волшебном уране работала. Другое дело. А тратить тот же уголь, которого не ахти, чтобы много было? Ух, Эшечка, прелестно. А, мы можем еще центр обучения разблокировать. Мы можем еще боль... А, больничка, слушайте. Интересно, какие у них радиусы. Надеюсь, что побольше, чем у обычного медцентра. Нам бы... Нам в любом случае придется расширяться. Эктор, скажи, все, последний забрали. А, забираем так, где... Разверни мне, пожалуйста, землю. Разверни мне землю в нужную коленкуру. Мы летим вот сюда. Колония. Пункт назначения. Беспалятные людишки. И такие есть, деточка. Прибыль в нужный сектор. Получаем новых людишек. Почему-то у нас очень случилась просадочка по людям. Не знаю, куда они исчезают. Вроде бы особо не болеют. Вроде все довольны. Но люди пропадают. А посему спасаем всех. Плюс некоторое количество добавилось. Наверное, но это не точно. Я все-таки повышу силу счета. Да, по энергии мы это дело тащим. Очень даже тащим. Четыре батарейки у нас рабочие. Может быть, влияют магнитные бури. Может быть, где-то там краешком, боком... Задевается... Слушайте! Ёш-матрёш, у нас зелёные деревья растут. У нас трава появилась. Прям трава у дома, как песни поются. Неубого, конечно, выглядит. Не на юнити сделано, но она появилась. Это уже интересно. Это уже очень интересно. Следующая точка у нас будет тоже с людьми. Люди, как оказалось, нам нужны. Метеорный поток. А, вот все-таки есть седьмой силы метеорной потоки. То есть, рисковать нам даже не особо следует. Хм, будем знать, будем знать. А пока что исследуем следующую силу щита, пятёрочку. После неё, может быть, двинемся всё-таки в улучшение нашей энергии. Где-то оно было. Вот, тепловые станции требуют меньше процентов топлива. Дальше у нас будет... Модификация конвертеров улучшает производство энергии на всех объектах. И, в идеале, крупные электростанции от угля. Вы должны идти к лучшему, а не к худшему. Чё, всё? Разобрали? Еп, зона чистая. Движемся пряменько в следующую. Колония, пункт назначения, вот сюда. Полетили. Ну, а пока летим, всё-таки сделаем себе больничку. Мы её изучили полностью. Люди. Центр охраны здоровья. Радиус, знаете, реально побольше стал. Но он не охватывает то, что нам нужно охватить. Если бы я только не поставил здесь этого акваферма, было всё хорошо. А здесь мы на кухне поставить не можем. Если перебивать дорогу, то... А вообще можем перебить дорогу. Слушайте. Если мы перебьём дорогу, то у нас должно получиться... Всё равно не накрывает себе нужные дома. Что же за большую, за печаль такая? На улице ставить нельзя. Убирать один дом и как-то делать это дело там. Тоже не фонтан и дико. Сдвигать дома. Можно перебить дорогу здесь. Там, в общем-то, закольцовано. Да, и три дома краски вмещаются. Идеальное место. Один, два. Больничка, покажись. Надеюсь, что ты стыкуешься с остатками дороги. Если нет, то это было очень зряшная трата ресурса. Люди. Центр охраны здоровья. Она не стыкуется там, где хочется. Но мы можем пристыковать её вот здесь, пожалуйста. Чипунь. Поехали. Смотрим, наблюдаем. Нет, реально они просажутся по количеству. Исчезают, исчезают, исчезают. Согласно экстренному дракову, актуальна задача создания служения колонии со щитом третьего размера и силой третьего уровня. Для разбракировки щита третьего уровня нужно исследовать технологию ударопрочность. Мы идём немножко впереди планеты всей. Но я не хочу увеличивать радиус щита до тройки. Ступа не хватит электричества. Если я делаю радиустройку, то мы в минус 92 идём. Вопрос. Спеем ли вы построить энергостанцию? Ух, смотрите-ка, сразу нарастают растения. А, неплохо, неплохо, неплохо. Давайте попробуем тогда. Еда, энергия, энергия солочной станции. Солочные станции вроде бы теоретически. Если ставить их в линию, то шут должно вывезти. Особое начинание. Хорошо. Мы делаем успехи и начинаем устраиваться. Хотя бы в какой-то мере. Эти магнитные бури закончатся не скоро. И, похоже, они усиливаются. Не говоря уже о стальных угрозах, которые нам впредь следуют всеми силами избегать. Главный инженер Заваров. Ммм, прям видно, что наш человек. Верно. Хорошо, что купол стал крупнее. И очень важно, чтобы защита была как можно лучше. В том числе и для настроения людей. Всем нужно чувствовать себя в безопасности. Но антигравитационное устройство ещё нужно дорабатывать, причём значительно. Нужно забрать больше сведений о том, как использовать энергию ядра. Эммм, как вы вообще запустили, скажите, пожалуйста. Вот просто, теоретически, вы... Халай-махалай, кто-то нажал случайно на кнопку жипенькой? Конечно, выполнить эту задачу будет тяжело. Наши здешние возможности для тестирования, мягко говоря, ограничены. Возможно, нам лучше пытаться собрать данные со следовательской станции на Земле и воспользоваться ими. Наводнения разрушений не пострадали двадцатых архивом. В Вандах находится Паранальдское, боже какое сложное слово, обсерватория. Тамошние учёные собрали огромное количество данных об антигравитации, изучая Луну Юпитера. Ну да, прям рядышком было, так изучили-преизучили. А часть этих данных использовалась в ходе разработки проекта летающего города. Но есть предположение, что имеются ещё кое-какие данные исследований, которые ещё не изучили. По крайней мере, нынешние участники команды. Лайка. Исследовательское судно, возможно, бывшее. Этот плавучий архив должен был сохранить результаты десятилетий работы. Огромную базу данных. Для нас представляет интерес результаты экспериментов в дело. Елашине, Елашине или Елашине. Главное, что не в Елашине. СБ Призапский безжалостно продемонстрировал наши пробелы в знаниях в области электродинамики. Данные, которые хранятся на исследовательских станциях, крайне важны для наших учёных. Конечно, попасть в сектор над станциями будет нелегко. Но если мы туда доберёмся, то сможем застить дрон, который спустится через тёмные дучи, и соберёт данные. Простая часть нашего задания на... Вот заметьте, насколько правильно мы сделали, что мы страйфанули вперёд по технологиям, но не по заданию. Иначе мы бы очень сильно отставали. А необходимо собрать данные со станции в Андах и на Урале, отправлять в соответствующие секторы. Варнинг! Да знаю, что отчётный запас энергии. Выстроите быстрее, будет всё хорошо. Ой, ты мать перемотер... Так, тихо, тихо. Юстон у нас проблема. Я снижаю силу счета до... Троечки. Трава у дома это такое себе. Без электростанции нам будет просто тупо грустно. А вот людей не хватает на электростанции, слушайте. Нам нужно задуматься. Очень даже сильно. Мы там долетели уже. Вот, долетаем, как раз сейчас будет немножко людишек. Поболее того, что было. Хм. Или, может, я не понимаю, у нас нет. 118 работников, нам реально не хватает людей. 122 работника. Но болеют. При том, что мы им построили новую больницу. Безбожники, чёртовы. Ну, давайте посмотрим, куда нас посылают. Анда, это, казалось бы, горы, да? Которые находятся... Нет, её знаете. Я географию не учил, поэтому где ваши горы находятся, я ж... Не к тому человеку вы вопрос задаёте. Может, там хоть намёк есть? Сектор 603, сектор 343. При этом координатной сетки у нас нету. 475... Оу, 600... Короче, придётся за кадром смотреть, где у нас там... Оп, стоп, 343. Вот, вот, вот. Запоминаем возле синенького. Мы туда даже должны отправиться. Обнаружно-человеческая активность. Главное, чтобы не пассивность. А ну-ка, дрон-лапез-дрон. Задаем путь назначения. Запустили. Посмотрели. А то и тишь ты колотишь-то. Что мы нашли? Мы ничего там не нашли, здесь нашли людей. А, нам встретилась спас капсула. Да-да-да, беру, беру всех, беру всех, беру всех, беру всех. Особенно лаляшку беру полным комплектом. Уф, новые компоненты. Изучили, изучили, изучили. Так, цель свою следующую знаем. Смотрим по технологиям. А все-таки нужно в энергию. Меньше расход топлива, это хорошо. Поехали. По людям. Нет, мы все-таки не втаскиваем, смотрите-ка. На ступо не хватает работников. Нам нужно что-то закрыть, чтобы что-то открыть. Шпехайтесь быстрее, пожалуйста, людям. Мы вам все условия сделали. Я могу даже сделать вторую больницу, но вы этого явно не оцените. На больницу требует восемь работников. Мать их перемать. Многовато, многовато, как минимум. А сила считать четверочка, не? Минус, гадпа. Сразу в минус идем. Можно врубить электростанции. Угольная, которая. Где-то у нас там были незаюзные. Ну, тоже от 6 до 8 людей. У нас нет людей на работу. Все, та же и та же проблема. Тогда ждем исследования, ждем следующего движения. И таким путем нехитрых манипуляций. Подхабодили нужное количество людей. Долетаем до сектора с последними, надеюсь, 10-12. Чтобы закрыть все рабочие позиции. Как видим, сразу же 199 энергии. До черта. Просто до черта. Повышаем силу счета до четверки. Могли бы даже до пятерки. Но не могли бы, потому что электричества все-таки не хватает. Повысили. И, наверное, будем продолжать эту тему с электростанциями. Ээээ... Боже, прости. Солнечный метакт. Люди. Волча приехали. Молча пошли на работу. Не отвлекаемся к остальным. Есть? Есть. Все. Все работы. В смысле нет. В смысле, куда люди пропали? А я... Я только что имел огромное количество людей, куда они пропадают. Люди, верните, пожалуйста. Вы мне очень сильно нужны. Так, тынц. Тынц. Но не можно быть, что из-за того, что немножко из-под... А, у нас из-под счета ничего не выглядывает. Заметьте. Из-под счета у нас вообще ничего не выглядывает, поэтому не надо здесь. Не надо. Должно все работать, что часики. Такс. Знания и умения. Мы провернули снижение количества персонала на электростанциях на двоечку. Теперь проворачиваем повышение эффективности энергогенерации. Чё тебе не хватает? Так, H2, R... А, H4, R2. Нет, это изи-пизи без проблем. Энергогенерации плюс 15. Преобразовали. H3, H4. Сделали. Можно исследовать. Поехали. Такс. Собираем последний ресурс, что у нас здесь есть. Есть немножко воды. И есть немножко драгоценного металла C6. Драгметалл, он, кстати, не влазит от слова совсем. Я, наверное, бахну еще один складецкий. Просто тупо под драгметаллы. Хранилище еды, хранилище газа, хранилище особо крупных размеров. Так, где тебя можно поставить, чтобы ты нам мешала не особо сильно? Вот здесь складской район. Продолжаем эту же тему. И не забываем поставить, что это хранилище драгметаллов тоже. Загружаем все. Зачекало, зачекало. Хорошо. И следующая точка назначения будет все-таки у нас... О, все собрали, молодцы. Здесь прямая. Здесь все исследовано. Мы можем лететь четенько на сектор 3-4-3. Добывать наш мощный-премощный архив. Сбросили маршрут. Задаем будет назначение сюда, 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 сюда. И вот здесь соберешь тонну ресурса. Людей, к сожалению, не соберет. Там буря уже 6-го или 7-го лэла. И таки, слушайте, когда мы могем, мы могем. 385 выработка энергии по полной загрузке. Практически не используя наши спящие электростанции на угольке. Я рискну. Зерик, ну, просто посмотреть. Что это такое? Сила щита 5-го левела. Возможно, там летают пчелки. Мы этого не видим, но, скорее всего, они там есть. И если я увеличу радиус щита еще на единичку, то мы выпадем... Да, в полный минус. Не-не, не надо, не надо, не надо. Мы просто проэкспериментировали. Мы поняли, что мы еще не готовы. Но мы близки к этому как никогда. Мы прибыли в требуемый сектор над Уралом. Теперь можно запустить дрон для сбора данных исследований. Запускаем. Уси, не мать, к слушателям. Выглядит сурово. И что ж там, Земля Матушка Уральская нам покажет? Пока что то ли ролик не доделали, то ли на Урале вдруг море образовалось. Где-то как-то. А вот он, кораблик. Я такое видел в ролике о цивилизации Си... Си-си-си, да, шесть. В трейлере шестой цивилизации. Просто один в один. Кораблик Лайка. Написано по-русски правильно. Не с большой буквы, но правильно. Даже что-то мигает он на вышке. Данные исследований собраны. И это было все. Просто как первый подростковый секас. Быстро, непонятно, что это было. Никому ничего не понравилось. Следующий сектор, какой нам нужно? Сектор 603. Пойди еще найди, где сектор 603 находится. 692, 624. Так. Теористически где-то в этом районе. Будем искать. Внезапно казалось, что это Южная Америка. Не, ну кто знал, что Анда находится в Южной Америке. Подумайте сами, люди. Ну, Анда и Южная Америка. Это даже не рядом. О, изучая маршрут, дамы и господа. Изучая маршрут. Нам нужно как-то до туда добраться. Через все эти гребаные бури и ежи с ними. И по дороге нахоботить необходимое количество ресурсов. Причем, облетать придется очень сложно. Как видите, здесь очень много ледяных бурь. Через которые мы вообще могли бы прорваться даже. Всего лишь-то двоечки, не шестерки не прорвемся. Лучше по-тихому, по-аккуратному. Ну, и такие, чтобы не пилить через весь большой-пребольшой океан. Было лишь, что двинуться через обратно. Точнее, двинуться через Северный полюс. Через всю Америкасию. Мы уже где-то на... Скажите, пожалуйста, на Кагнаде. Ну, прочекан хороший маршрут, по которому мы можем дойти практически до самой точки назначения. До Анда. Как раз наш... Но дрон лопил дрон. Слушай, но мог бы доизучить последнюю точку. Там осталось буквально всего ничего. Заодно по дороге собираем людишек. Нас собирали столько, что можем запустить не просто там, какой-то там, как сказать, у нас четвертая сила щита, да? Мы можем запустить еще и четвертый радиус щита. Видали такое? Как заделенеет все, как заделенеет. У нас еще и в плюсе все есть. Реально, у нас горы зеленые становятся. Не то, чтобы нам сейчас это было сильно нужно, но мы можем. Так что продолжаем полет. Собираем людей в процессе. Так, сбросить пункт. Не совсем сбрасывать пункт назначения. И есть шанс залететь туда, куда залетать вообще не стоит. Ну, нам, пожалуйста, вот сюда собрать людей и иже дальше полетели. И таки, пока летим, есть еще маленькая-маленькая такая идейка, что у нас людишки пропадают не от того, что они мрут от очень хороших условий жизни, а от того, что у нас местами просаживается сжатый воздух. Не знаю, нужен ли он нам, не нужен для их постоянного проживания. Вроде бы все зеленое. Даже по верности вышли в зеленое. Но мы поставим парочку воздушных коллекторов, если поймем, сколько они требуют по энергии. Подопление энергии двадцатка с головой. С головой ставим, пожалуйста, один здесь. Один вот здесь по краешку. С расчетом на то, что из-под счета они работают гораздо лучше. Точнее, вне счета работают лучше. О, долетели еще людишки. Спасибо большое. Будь к кому на коллекторе работать. Ох ты ж, да черт, а как. 184 из 210. Не то, что хотелось бы, но гораздо ближе к тому, что нужно. Так, сектор, сектор, сектор. Собираем. Тут много полезных знаний. Есть смысл задержаться, собрать. Тем больше собирают они супер быстро. Чем больше людей, тем быстрее они выедают все, что можно выездить. Хотя, по сути, по сути, звездяк нам особо не нужен. Нам нужны именно сами знания. Т2, Р1 и вот все такое. Ну и раз уж мы так хорошо идем по небу, мы изучим еще одну супер полезную технологию, без которой просто не обойтись. Называется бесконтактный датчик. Число автоматически обнаруживаемых секторов увеличивается с 7 до 19, то есть не только первый тир мы исследуем, но и второй. И во всех секторах можно вести добычу, что очень даже нужно, потому что не со всех мы дотягиваемся до хоботить, а делать миллион остановок просто безбожно неинтересно. Берем и изучаем. Благо, что ресурс мы накопили, но, к сожалению, так и мы не можем дойти до нашей улучшения электростанции солнечных. А очень хочется. Очень даже хочется. Видим, с такой технологией добываем гораздо дальше, гораздо больше. С помощью технологии ускорения добычи еще гораздо быстрее. Что совершенно не может не радовать. Ну, а следующей веточкой развития будет еще более быстрая добыча, но безбожно тоже. Хотя, слушайте, скорость добычи возрастает на 10%, а дальше мы что поймем? До 37 секторов. Ешь, матреш, мы полплоэта сможем использовать за один раз. Исследуем, исследуем, исследуем. Как-нибудь мы накопим. Уж 10 ашек мы так точно накопим на изи пизе. Ну, а самое удивительное, оказывается, в Карибском регионе, друзья мои. Мало того, что здесь было 400 ла 3, я думаю, уже забрали колонии людей. Так здесь еще и до черта желтого ресурса. То есть у нас уже аж 16, при том, что мы изучили расширенный просмотр. И таки, да, добываем... Хотя нет, заметьте-ка, добываем мы... Видим мы секторов, прилегающих больше, но добываем все те же. Маленький такой обламинго. Чтобы особо-то губенку не раскатывал. Но, в любом случае, это очень даже хорошо. Это гораздо лучше, чем было. Так, сброс маршрута, нужно забрать всех людей. Я чувствую, что по заданиям они нам понадобятся, поэтому мы немножечко пролетимся по этим секторам и заберем вообще всех. Ну и даже просто не знаю, это такой намек, что в районе Кубы все хорошо, или просто, что чем дальше от Америки, тем лучше. Но заметьте, здесь есть не только цешные ресурсы. Казалось бы, их и так, хоть попой жуй. Людишки, давайте быстрее. Не отвлекайте от размазывания хорошего по очень хорошему. Ну, здесь есть, Карл, эшные ресурсы. Здесь есть, ташки, уйдите. Здесь есть ашные ресурсы. Здесь есть, где-то я видел даже фиолетовый какой-то хренопупный ресурс. Короче, здесь есть все. Что не может не радовать. Очень даже, даже. Позволяет нам добиться высоких высот глубоких глубин. Возможно, даже дойти до. Практически мы на повышении выработки энергии на 10%. Нам нужна буквально одна единичка, эрочка. И мы это дело сделаем. У нас тут где-то поблизости есть. Вот. Пожалуйста, первый приоритет. Добудь мне одну эрочку. Сделай, призделай. Чтобы было все по красоте по фэншую. Есть, эрочка зашла. Изучаем выработку энергии плюс 10%. А дальше, значит, самое интересное. В большем количестве энергии мы сможем претендовать на 6 уровень счета. Тем более, что эшечки мы нашли. Просто прекрасно. И где мой фиолетовый ресурс? Я же видел, что он где-то здесь был. Ну и даже более того. Мы настолько себе уверены стали, что рискнем добраться до следующей точки назначения. Вот с этими людюшечками. Через метеоритный поток 3 левела. Не верите? Просто смотрите. Берем колонию. Задаем пункт назначения вот сюда. Надеюсь, это будет не наш файл. И начинаем полет. Друзья, начинаем полет и смотрим. Насколько же оно выдержит там? На минуточку нужно, конечно, проверить, что у нас все включено. Сила счета пятера. На 2 больше, чем нужно. Можем даже повысить немножко радиус. При этом мы тащим, Карл. Мы тащим. Боже, мы тащим. Мы дошли практически до границы самого астероида. Да, у нас еще 2 левела впереди. А в минус. Столько нам не нужно. Смотрим, наблюдаем. А, да. Слушайте, щит не просаживается. Карл, щит не просаживается. Щит держит. Даже с повышенным радиусом щит держит. И просадочки нет. Хо, прелестно, прекрасно. Метеоритный дождь 0. Неверс и вылетающим городом большой огромный плюс. Главное, чтобы держало подольше. Да, как видите, мы еще добавили одну маленькую электрическую батарейку. Новую МНТшечку. Чтобы у нас в хранилище было уже 5 батарей. На боже, оно даже накапливается вперед. Насколько это прекрасно. Летающий город в титанических масштабах. Заметьте, у нас даже щит вниз вышел. Слушайте, я думал, он только сверху будет, а он еще и внизу. А мы-то посмотреть еще можем? Я вне ролика не наблюдал. Да, Карл, мы это видим. Боже. То есть 8-й левел щита покроет весь город полностью. Мы будем такая звезда смерти, прозрачная в миниатюре. Нам нужно будет только очень большое орудие. О, кстати, спас капсула. Людишечки, будьте благодарны, мы вас забрали. Это бомба-ракета. Правда, коллекторы кислорода придется... Ну, я не знаю, что с ними делать, потому что они уже находятся в радиусе щита. Даже если мы их выведем по самой крайней веточке, то есть вот сюда. Это будет не совсем то, что хотелось бы. Они, кажется, внутри щита в любом... Хотя, слушайте, давайте попробуем. Нам же никто не мешает. Где у нас самая длинная часть его? Прокладываем дороженьку. Может быть, поэнергивайте просадочка, но мы для начала добавим еще одну электростанцию солнечную. Людишка, у нас теперь есть уже. Место, где мы можем ее поставить под щитом защищенной, давайте даже две поставим. Так, там лишняя дорожка забежала. Один и один. Сделали, 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 сделали. Сколько энергии? Стос семьдесят. Бесконечность. Причем даже она не предел. Регулирование биосферы. Воздушный коллектор. Здравствуй, плюс один. Эти мы не отключаем. Эти тоже у нас остаются. Мало ли чё. Вдруг шальной астероид. Вдруг где просадочка произойдет. В любом случае, сохраняем. И таки, вы не поверите, насколько шикарно становится еще одна вещь. Мы нашли мега астероид с еще одной эшечкой. Знаете, чем хороша эшечка в реальной жизни летающего астероида? Тем, что 8 эшечек нам дадут вот это вот. Повышение солнечных панелей на 20% энергии по выработке. Правда, здесь написано высокотехнологичные солнечные панели, но во всем этом радиусе технологий я не нашел доп. панели, которые должны строиться отдельно. То есть, теоретически, это одни и те же панели. Здравствуй, эшечка. Исследуем, пожалуйста. Запоминаем, 247 у нас сейчас. Сколько будет потом, увидим. А вот обламинга к нам приходит, друзья мои. 247 было, 247 осталось. То есть, скорее всего, нам дадут новые панели где-то по сюжету. Ибо других вариантов я просто тупо не вижу. Здесь, в исследованиях, их вообще от слова нет совсем. Здесь у нас медовслуживание улучшено на 20 волшебных эшек. Есть академии, есть биореакторы, но это не совсем то. Дается все лишь биотопливо. Но мы можем попробовать сделать страшное. Просто на минуточку, пока есть 5 батареек. Радиус счета. Так, давайте, с нужного ракурса, чтобы мы это видели издалека. Радиус счета шестера. Да, это минус 18, но это реально выходит за границы астероида, просто звезда смерти. Мы к тебе придем. Мы к тебе придем, мы это сделаем. Можно даже бахнуть еще одну панельку, и мы к этому придем прямо сейчас. Скажите, почему бы и нет, Неверска? Почему бы и нет? Сделай еще одну панельку. Это будет мегащит. До гигащита еще расти и расти, но мегащит мы уже себе можем позволить. Упс, сделали. Радиус счета шестера, правда села пятера. Не пролетать через неприятные вещи. Красота же, красота же. Интересно, деревья снизу будут расти или не будут? Или они привержены к гравитации? Интересно. И, наконец-то, дамы и господа, наконец-то выходим на финишную прямую. Замечательно прекрасный сектор Ванда, который называется сектор 603. С особыми объектами человеческого происхождения. В процессе изучается понижение неприятных случаев на производстве. Возможно, из-за этого людишки у нас и минусуются. Потому что по болезням, по больничкам, я специально посмотрел. Больнички у нас запитаны. Занятых коек у нас просто тупо нету. Хотя, стоп, пациенты. Занятых коек 0, да? Общее число коек 2, занятых коек 0. То есть, вполне, вполне, вполне все обслуживаются. Точно так же по всем больничкам, по всем медпунктам. От болезней до культуры они не должны. Отсчета времени как такового у нас нет, поэтому возраста у них как бы тоже нет. И мы перешли в число 300 колонистов. Вы знаете, что это означает, да? Время шуток за 300 наступило. Плюс безопасность на производстве 2. Можем, вполне себе можем позволить. Тем более, что на щит нам нужно 2 эшки. Пока мы найдем 2 эшки, 12 эрок мы уже точно накопим. Наконец-то добрались-таки. Прибыли в требуемый сектор над Андове. Можно запустить дрон для сбора данных исследований. Запускаем. Надеюсь, нам покажут горы. Без кораблика. Дрон, конечно, Челябинского вагоноремонтного завода. Настолько сурово и чугуньево сделано, что не выдаешься, как летает. О, смотрите, реально гора. Реально центр исследований. Так, у них горят окна. У них свет включен. Даже уличное освещение. Значения все живые. Почему мы не можем с ними связаться? Если не берет радио, берете бутылочку, ложьте тую письмецу, бросайте им на голову. Ну, обратно, конечно, сложнее связаться, но варианты есть. Данные собраны. Приветствую. Это Василий. Похож на Джейсона Теттема, но зовут его Василий. Для остальных категорических отзывов проектов, нужно собрать нужны собранные нами данные. Нужно немедленно установить прямую связь с Землей. Есть одна металлическая аномалия, которая выглядит очень многообещающе. Ее нужно исследовать дополнительно. Отправляйся в нужный сектор для захвата залежи. Есть ощущение, что на Эверест пошлют. На очень-очень далекий Эверест. Ну, скажи, куда нам нужно? Куда нам нужно? Куда нам нужно? Куда нам нужно? Что-то не вижу я желтого квадратика. Только не в Австралию, пожалуйста. Я не хочу в Австралию, там страшно. А где нам? А, вот куда нам нужно. Вот далековато, друзья мои. Хотя мы вполне можем, здесь не можем пролететь, здесь не можем пролететь, здесь не можем пролететь, здесь не можем пролететь. Нет, вот здесь можем пролететь. И здесь не можем пролететь, мы еще не имеем шестой силы Метеритного потока. Зато на производстве у нас люди калечатся не будут вообще совсем. Это прекрасно. Значит что? Значит делаем маленькую паузу А вот сюдашеньки посреди океана мы полетим уже гораздо позже В следующем эпизоде И не забываем, друзья мои, про наш телеграм, дискорд и вконтакт Ссылочки под видео в описании Пока что всем удачи, до встречи Увидимся немножко попозже